Проанализировав, посмотрев, и первый наш матч в Бобруське, Белшина сыграла тоже в три центральных. Кстати, уже сегодня уточнялось, что Белшина может сыграть схему на схему в три центральных защитника. Сегодня уже уточнялось, готовилась схема под две схемы. Значит, может быть, не угадал одного игрока. Ну, скажем так, в зависимости от того, какие могут быть одного игрока. Но я считаю, что это, в принципе, и когда уже пошла игра, и, может быть, расстановку игроков чуть-чуть не угадал в линии трех центральных защитников. Вот так. Но, может быть, так. В остальном же все, проанализировав прошлый матч, сейчас, что он действительно постарается закрыть всю ширину поля. И, значит, и Белшина показала, и вообще Белшина в последнее время показывает очень сбалансированный футбол. Вы знаете, вот как ни странно. Посмотрев игру с, уже с начала второго круга, и сейчас добавились новые игроки, значит, появились два фланга, таких очень шпитальных, и кирисов, да, таких как бы реактивных игроков. Ну, шпиталь мы посмотрели, он еще в лире играл, я так чуть-чуть задел, перевод видел, как. Ну, поэтому, в принципе, все это просчитывается. Ну, Шикавка простудился уже после этого матча, я думаю, он будет готовиться к следующей игре. Ну, Силос тут, как бы, связанной с семьей, не буду озвучивать, но это очень тяжелая такая ситуация, не хочу. И пока его не с нами, и не знаю, как дальше повернуться его судьба, скажем. Ну, пожелаю ему, чтобы он, скажем, держался, понимаете, в жизни все бывает. Это очень хороший игрок, и обидно, что так немножко, есть кое-какие проблемы. Везут домой, да? Пока нет, пока нет. Голевая победа, но, знаете как, игра начала легко даваться, и это нас расслабило. Да, Белшина имеет впереди очень квалифицированных игроков, ну, скажем так, Леонид Ковель может по три раза убегать один в один за матч. Да, это еще на сегодняшний день один из самых квалифицированных центральных нападающих, да? И рекиш, который может отдать, исполнить любую передачу. И всегда нужно держать, как бы, эти два игрока могут держать напряжение любую линию защиту. Поэтому мы старались, ну, чуть даже не в этом, а в стандартных положениях, опять же, это все, ну, как бы, предупреждалось, просчитывалось, и говорилось, куда, что, чего. Ну, немножко, вот, знаете, как зеваем. Ну, как бывает, вот, футболисту говоришь, вот туда, туда. Ну, да, понял. Потом, когда забивают, он по сторонам смотрится, действительно, ну, вот, немножко зеваем. Концентрация называется, потеря концентрации, и вот, легкое начало матча, как бы, ты создаешь момент, его легко проходишь, но в то же время в концовке ты, как бы, вязнешь. Вот это получилось. Ну, а потом уже включились в прессинг, очень много прессинговали соперников. Не закрывались или не прессинговали, да, старались не давать начинать. И, скажем так, готовность команды позволяет это делать на сегодняшний день. Хотя немного в наличии осталось футболистов. Как говорят, у нас уже скоро будет мини-футбольная команда. Но, зато, значит, очень футбольная по характеру становится команда. Поэтому благодарен команде вот за характер именно, знаете, волевой. Продолжение следует...